здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал nordic balance где мы говорим о здоровом питании вообще здоровье и хорошем чистом образе жизни сегодня я бы хотел с вами поговорить об очень интересном минерале который называется цинк так что досмотрите мое видео до конца и вы поймете почему это так важно сейчас во времена пандемии к сожалению мы сейчас в этом времени прибываем многие из нас кинулись укреплять иммунитет с помощью аскорбиновой кислоты до аля витамин c так вот мои дорогие для того чтобы укреплять наш иммунитет необходимы также такой микроэлемент который называется цинк микроэлемент он называется почему потому что нашему организму нужно его не столь много буквально от двух до четырех грамм и это буквально но наверное четверть чайной ложки да но к сожалению он этот минерал у нас в организме никак не усваивается не склонируется и складируется извините он-то усваивается но не складируется и ему необходимо как бы пополнять пополнение извне более двух миллиардов людей страдает нехваткой цинка это под последним данным да а сколько людей которые не обследовались страдают этим этой нехваткой да то есть это неизвестно поэтому нужно немножечко помогать нашему организму цинк распределяется по нашему организму в основном в мышечной масти в костной и также в головном мозге что мы вы должны понимать о цинке к чему это приводит значит прежде всего это болезни паркинсона это старческий маразм это альцгеймера это различные акне на лице то есть прыщи это экземы это какие-то язвы во рту так называемый стоматитом это молочница в общем целый ряд заболеваний который возникает при нехватке цинка когда не хватает цинка у мужчин возникают такие проблемы как проблемы с простатой это увеличение простаты это проблемы с мочеиспусканием проблемы с зачатием детей у мужчин падает либидо ну и вообще такое апатичное состояние память она может быть даже агрессивным так проявляется нехватка цинка у женщин же всегда бывают какие-то проблемы с месячными не бывают очень и очень болезненными или же нарушение менструального цикла ведет к тому что не хватает в организме в женском этого самого микроэлемента цинк беременные женщины внимание для вас это просто очень и очень важно иметь нормальную дозу цинка каждый день если у вас есть нехватка цинка вашем организме у вас может произойти заторможенное развитие вашего плода вы можете родить ребенка преждевременно можете родить ребенка недоношенного помимо этого нехватка цинка бери при беременности ведет к развитию у детей аутизма так что внимание обратитесь внимание на это очень и очень важный такой момент какие же симптомы вы можете наблюдать при нехватке цинка это прежде всего какая-то апатия плохое настроение перемены в настроении это депрессия плохой сон такой рваный вы не можете к примеру встали ночью потом в туалет вернулись и не можете уснуть у вас могут быть проблемы с памятью концентрация к примеру вы начинаете какую-то фразу потом потеряли мысль останавливаетесь и не знаете как продлить да ой мысль убежала все не знаю вам нужно подумать какое-то время или же вы по дороге на работу вдруг понимаете или вспоминаете выключили ли вы утюг закрыли ли вы дверь в общем вот такие вот первые звоночки которые говорят о том что нужно провериться да можем теперь перейти к нашим продуктам где же находится наш такой волшебный минерал цинк он находится во всех зеленолиственных да он находится в красном мясе в говядине он в свинине находится в грибах в семени тыквы вот но как много мы кушаем именно этого самого к примеру шпината вы же не можете съесть течение дня три пакета шпината и восполнить свою норму этого самого цинка да мало того еще зависит от того в каком регионе этот овощ про и произрастал потому что не везде почва такая очень хорошо насыщена этими минералами или же самый большой процент цинка находится у нас дорогие мои в продуктах моря это лобстеры это крабовое мясо это креветки это устрицы лангустин и так далее но опять же как часто мы имеем возможность поесть и самые устрицы да вот например мы не едим устрицы каждый день может быть у кого-то есть такая возможность у живет на камчатке или где-нибудь на лазорном берегу то тогда хорошо и всегда потребляйте их ежедневно вот что могу сказать насчет цинка цинк рекомендуется потреблять перед сном одну или две капсулы за 30 минут или за час до сна потому что он очень успокаивает и где-то средняя такая доза дневная она от 20 до 25 миллиграмм в день но до того как покупать цинк и добавлять его как бы в свой режим питания необходимо естественно сдать все анализы у своего семейного врача проверить все свои витамины и минералы чего у вас не хватает и только потом причинять себе такую пользу как добавлять себе этот цинк цинк также у нас не усваивается у сладкоежек те которые любят у нас покушать сладенькое и быстрые углеводы это самая прелесть выводит из нашего организма еще быстрее цинк злаковые ваши любимые дорогие мои многими любимые гарниры они содержат злаковые именно содержат такую фитиновую кислоту которая также блокирует усвоение цинка друзья если вы нашли что-то ли услышали какие-то симптомы о которых я только что рассказала вам да обязательно обратитесь к врачу обязательно помогите своему организму не доводите себя до каких-то клинических заболеваний которые должны будут лечиться исключительно медикаментозно помогите себе сами это ваше здоровье это ваша жизнь и только вы в ответе за то чтобы продлить себе качественную хорошую здоровую жизнь так что будьте все здоровы счастливы любимы помните о себе заботьтесь о тебе и до новых встреч я очень надеюсь что сегодняшнее моё видео было вам полезным делитесь эта информация со своими друзьями со своими родными близкими и помогайте друг другу до новых встреч с вами была любящая вас всех виктория андерсон пока пока и и и и и и и и